Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево сегодня. И предлагаю вам прокатиться по нашей улице Горького, по Черноморской, и уехать на Дикий пляж. У нас там был прорыв лимана на Тартуге, посмотрим вообще какие там последствия. Я думаю, что будет полезно, интересно, и тем более такую большую часть поселка Витязево захватим. Вчера выпустил видео с рассказом о тех бедах, которые произошли в Крыму. Как только меня там жители Крыма обзывали, там, цепсошник и так далее, и тому подобное, официальные новости, ребята. На официальных каналах ваших лидеров Крыма, расположенных, просто о них рассказал. То есть у нас Крым как священная корова, которой нельзя не говорить ничего плохого. То есть мы должны, наоборот, знать о том, что он находится под ударом, и то, что его надо защищать как можно лучше, чтобы не было вообще никаких прорывов, и даже попытка была бы безумная, так как все равно не принесет ничего, кроме потери огромного времени и средств для противника. Поэтому я считаю, что именно об этом надо говорить гораздо громче и чаще. Ну а теперь вернемся в наше солнечное сегодня Витязево. Курточка, потому что ветер прохладненький. Так сегодня находила температура уже до плюс 17 под солнышком, и самое главное закончились дожди. Завтра, послезавтра вообще 20 с чем-то будет там плюс. Будет очень жарко. Как я и сказал, начнем мы от Креста. Здесь у нас разнообразная гостиница, такая вот как панорама находится. И давайте прокатимся теперь по Витязево. Неспешно посмотрим по сторонам, чтобы не ходить пешочком, как говорится, не растягивать наше с вами видео надолго. Мы будем смотреть так, что уже работает, что еще нет. И я думаю, как раз таки с нашего вида разглядеть. Вот Пандок Кавказ, при этом ребята работают. Магазин Пятерочка. Тут пиво. Фикс Прайс находится с левой стороны. Вераклион. Курорт. Там уже у нас мотоциклистов все катается. Мясной дворик. Все здесь рядышком. Ну и гостиничные комплексы. Также можно обратить внимание, сколько у нас уже все зеленое. Деревья повыпускали листочки. Травку уже подстригали. Кстати, просили показать комплекс деревьев, которые остались здесь. Вот самое обидное, что они не поумирали. В основном их поворовали, которых не хватает. Жалко, что люди такие. Вот здесь, смотрите, у нас на газоне прям села армада одуванчиков. Красота, дорогие друзья. И, кстати, вчера зачем-то мне пыталась дозвониться моя бывшая супруга. Если у кого есть информация, зачем, пишите в комментариях. Здесь смотрим, ребята. Каштаны у нас произрастают. Они у нас уже полностью зеленые. Бывшая Каламарин, нынешний Азим. Вот направо пошла улица Короткая. Здесь у нас также все зелененькое уже. Это мой домик, где проживаю. Влево ушла у нас Бульвар Шардоне тоже полностью зеленая. Здесь у нас магнит-косметик открылся. С левой стороны, с правой стороны у нас здесь обещают сделать детский сад. Место голубого простора. Будем, как говорится, следить за этим и смотреть, что же все-таки получится в итоге. Здесь выезжаем уже на Горького. Пересечение с Красноармейской. Правой стороны здесь Красно-Белого. Уже, кстати, второй, который мы проезжаем по этой улице. Двигаясь здесь, вот, хоть и коммуникацию у нас делают. Так, здесь у нас улица Гагарина пошла направо. И вот этот магазинчик советую. Мясо там беру, очень дорого, вкусно. Называется Фасолька. Выезжаем непосредственно к улице Черноморская. Здесь у меня, с правой стороны, там проехали, была гостиничка на обзоре. Если вдруг кто-то отдыхать хочет, ищет, можете посмотреть, как вариант. Хотя там была она в аренде. Возможно, уже не работает. Но, как вариант, это можно рассмотреть. Ну, вообще, всем советую Джанникам. Номер телефона я вот сейчас выведу на ваш экран. Записывайте, обращайтесь, и он вам поможет найти жилье под ваш вкус и цвет в нашем любимом поселке Витязева. Валентина, с правой стороны, гостевой дом здесь находится. А впереди у нас Паралия, дорогие друзья. И это очень близко, да? Кажется, особенно, когда на машине пролетаешь прям за секунду. Вот смотрите, у нас здесь мигающий желтый, и при этом красный горит на пешеходном. Вот непонятно пока, как работает этот светофор, или работает он вообще. Потому что я вчера выложил в телегу, а мне сказали, а, ты проехал на красный, как ты мог там, торопори. Я думал, он вообще не работает. Не знаю, как там заклеился красный на нем. Ну, бывает. Здесь у нас слева-справа огромное количество гостевых домов. Это у нас уже проспект Южный, называется, дорогие мои друзья. Здесь вот, с левой стороны Зодиакс, с правой стороны Понтас. До этого проехали другие гостиницы. О, у нас сегодня здесь перекрыто. Значит, проходят какие-то соревнования наших дорогих детей. Ну, дай бог всем, как говорится, побед. Сегодня, правда, такой день. Я не знаю, даже вот ветер сейчас включился у нас во второй половины дня. Пришло солнце. Я не поехал на море катать, потому что, ну, в такой день, не знаю, мне кажется, экстрим не должен происходить. Надо быть более, так сказать, сдержанным. Здесь у нас наводят порядки на проспекте Южном. Видите, чисто до заборчика подрезают газончик. Сразу женщина убирает. Вот с правой стороны парк аттракционов «Сказка» находится. И нам осталось уже чуть-чуть до выезда к ВФВ в Олеграду. Можно поехать, конечно же, вот сюда, сразу направо. Но тут мы ничего толком больше не увидим. Поэтому я предлагаю поехать по старому маршруту до того, как появилась эта объездная дорога. Я думаю, что так будет более полезно. Вот так вот. Поворачиваем. Здесь у нас, смотрите, огромное количество уже транспортных средств стоит. Здесь детский мир, там какие-то сувениры, все продают. С другой стороны, это образующее вообще-то место предприятие. Локвитязь, санаторно-корротный комплекс очень хороший. Если есть возможность там отдыхать, то вам прям повезло. В жизни, с правой стороны, у нас «Волеград спорт» и «Хаутресорт». То есть оздоровительное учреждение, и в «Волеград» дальше за ним находятся разнообразные гостиницы. Это у нас, видите, есть технический вход, а отсюда центральный. Здесь у нас раньше была конечная 128-й маршрутка, но сейчас ее продлили. Впереди БО «Слава», также одноименная столовая. Здесь локвитязь, выход к пляжу. Это же довольно-таки хорошее место для купания. Если приезжаете к нам, допустим, можно до сюда доехать. Ну, тут, как говорится, каждому своему, просто здесь по тенечку вы будете идти до дюн, до самых. Это очень хорошо. Здесь перекладывали коммуникации, поэтому сейчас очень большое количество воды. Подтягиваю, как говорится, новую, так как строятся большие отели, большие мощности курортные. Может, не знаю, будут они запускаться в этом году. Нет. Глобус у нас уже работает. Загрузка у него довольно-таки большая. Много детей со взрослыми там отдыхает. То есть работают по полной программе. Здесь ведется у нас строительство. Туда можно подъехать. Но теперь непонятно, как там все будет работать, потому что территория там застроена. Да, имеется в виду там с парковками. Можно будет где-то парковаться или нет. И там много гостиниц, которые взяли вагнера у нас в аренду. Вот здесь у нас тоже, видите, соревнования происходят. По пляжному волейболу, я так понимаю, тут пару сеток стоят. Бум-бум, бэт-бум там и так далее. Готовы быть их спонсорами. Ну и вот теперь здесь находится конечная 128 маршрутка. Я, честно, бы на месте водителя продлил бы еще на 150 метров вперед. Было бы еще лучше. Здесь продукты, жар, пицца. Потому что так бы люди могли доезжать прям до Дюн и использовать эту маршрутку как для пляжного комплекса. О, вот это прям новшество, хочу сказать. Здесь начинают устанавливать вот на обочине отбойник. Слушайте, это чтобы перегородить по ходу выезд на Косу. По крайней мере, я так это понимаю. На обратном пути я подъехал к ребятам и поинтересовался, что они здесь делают. Сказали, что полностью туда до конца и еще налево будет установлен такой отбойник без разрывов. То есть больше выезда на дикие пляжи не будет. Ну так и не сказали мне, кто заказчик и какого вообще фига здесь устанавливается этот отбойник. Потому что это нарушает вообще в принципе все дорожные правила. Тут же не трасса, нету некуда свалиться. Это просто конкретно чей-то забор, чтобы здесь машины не проезжали. Ну как бы других моментов не вижу, конечно. Но интересно будет посмотреть, как это будет выглядеть в дальнейшем. Потому что видите, вся обочина подготовлена. И по ходу вот этим действиям у нас отрежут в этом году, видите, запускай Косы. Возможно, это один из последних моих выездов вообще на пляж. Потому что видите, грейдерами подготовили полностью эту территорию. Оно так до конца будет стоять отбойник. Вот это да. Походу диких пляжей больше у нас не будет, друзья. Это меня прям напрягает. О, кстати, прям здесь мы можем увидеть, кайтеры катаются на море. Ну я сегодня не катаюсь, если отдыхаю, подойдем ближе, глянем их. То есть представьте, ну там стройки идут, а тут бац, и все закроют. То есть нельзя будет выехать. Ну очень интересное действие на самом деле. Будем, как говорится, следить за ситуацией, смотреть, что и как будет происходить. А так вообще в Битязево приезжает большое количество людей, которые приезжают как раз таки ради вот этих пляжей, на которые мы сейчас с вами двигаемся. Плюс есть Лиман, да, мы там выходим на каталку в Северный Ветер. Я думал, в этом году буду кататься здесь, в Вагу ездить не буду. Но получается так, что прям жуткая жуть. Так сказать, я в шоке. Вот сюда вот выезд был один у нас, вплоть до того, что ходили сюда маршрутки, привозили людей. Это при том, что у нас даже коса стала муниципальной территорией. У нас ровное количество людей там в виде выходили на уборку. Тем не вопрос, для кого, если сюда закроют выезд. Сюда, видите, даже у нас протянуто электричество. Вон машинки стоят, и люди ходят здесь. Ну, правда, я тоже сюда очень часто приезжал, купался в море. Мне тут пляж очень импонирует. Но я сегодня хочу прокатиться чуть дальше. Возможно, вернемся на этот пляж, если не получится там. Потому что там у нас прорвало прорву, как я сказал, за большого количества осадков. Риман наполнился водой. Ну, не настолько ее стало много, что прям вау там. И все поплыло. Потому что в свою юность, детство, я помню, когда скрывались острова, это было нормально. А сейчас я даже не помню, когда последний раз их не видел. Наверное, в детстве. И было это. Потому что с Уорова и Черкесского не работает насосная станция, не подкачивает воду. Плюс рейки уже не поставляют, так сказать. В Лиман столько же много воды, сколько раньше. Да, воды стало явно больше. По крайней мере, по этой прорве видно. Ранчи вот сюда выводили. В тот момент, куда мы только что с вами подъезжали рядышком. Здесь у нас, видите, тоже сносили-сносили. Так никак не досносят эти здания. Приезжают какие-то проверки, они начинают их чуть долбить. Проверка выезжает, они перестают. То есть, и все. Типа, работы ведутся, не мешайте. Ну, что, проверка приехала? Ну, работает же, все нормально. По факту, то есть, не доделывается до конца. Принятое решение, в большом сожалению. Здесь ранее, как я вам говорю, стояли военные, да, никого никуда не пускали. Теперь же сейчас тут, теперь эта территория уже, так сказать, не относится к военным. Ну, по им известной мне, так сказать, информации, вот в этих. Видите, столбик стоит зелененький, как раз в этом символизирует. Тут стоял пункт пропуска. И вот мне всегда интересно, почему военные не пускают туда, когда там ничего нету. Ну, просто, как говорится, занятие солдатом лишь бы было. При том, что с ребятами я разговаривал, они сами особо не понимали, что здесь происходило. И мы подъезжаем уже непосредственно к вылету на пляж Тартугу, который вот в последнем видео, краски с уборки, с квадрокоптера, который я выкладывал в Телеграм, было видно, что прорву размыло, и отсюда пошла вода. Ну, по крайней мере, пока здесь мы этого и не видим. Фоксируем реки. И сейчас доберемся уже до туда. А там, походу, все-таки вода-да стоит. Или, мне кажется... Нет, слушайте, здесь точно сухо. Вот это Тартуга пляж. Попробую добраться сейчас до прорвы. Так, все точно узнал. Это у нас Тартуга, видите, с домиками, с магазинчиком. И прорыв был вот здесь. То есть отсюда воды было настолько много в лимане, что она выходила. Видите, осталось даже небольшое русло. Смотрелось. Говорят, это очень эпично. Ну, мы этот день убирали в территории пляжа Благовещенское. Вот видите, оттуда вода шла. Думаю, сейчас сложно это представить и поверить. Но это было, дорогие друзья. Лиман скрывался. Ну, а мы с вами находимся на пляже Тартуга. Один из излюбленных пляжей для многих людей, которые сюда приезжают к нам на отдых. И я на самом деле не могу поверить в то, что, возможно, больше доступа к этим пляжам не будет. Вот реально не могу в это поверить. Надеюсь, что все-таки все будет хорошо. Люди смогут приезжать, отдыхать, наслаждаться. Но, что пляжи у нас должны быть в доступе. И зачем всех пихать куда-то в одно место. Все больше информации, кстати, приходит о том, что у нас сносят наши дюны. У нас Джиматей сегодня закидывали ролик. Знаете, почему это происходит? Потому что, когда выходишь прямым эфиром, видишь, ребята, смотрите, сносят. Многие сидят дома и ждут. А что же дальше будет? Или смеются тихо. Вот дурачок Позаровский там борется и так далее. Ну, посмотрим, ребятки, когда дюны все уничтожат, когда у нас не останется пляжа, люди к нам не будут приезжать. Наш Пионерский проспект весь полностью будет топить. Вот тогда посмотрим, как будет смешно. Ладно, не будем о плохом. То есть, что-то хотел сегодня сверхпозитивное видео снять, а получается вот как-то не так уж и много позитива. Мы сейчас с вами находимся на берегу моря, на лучших песчаных фляжах. Вот немножко, видите, это свежий, причем мусор. Ехал кто-то на машине по пляжу, да, в костюреализм и выбросил бутылку. Напишите, как его зовут? Та-да-да-да-да-да-да! Морюшка, привет! Какая-то сильная, мощная сегодня. Ветер раздул прям хороший. Я, может, даже немножечко жалею, что сегодня не пошел катать. Ну, честно, вот прям считаю, что, наверное, сегодня день не для экстрима, а для того, чтобы вспоминать наших ушедших близких. Всех с радовницей, друзья мои. Всех помним, всем царство небесное. Спасибо всем, кто был с нами рядом. Кто-то двигался за наше правое дело от души. 15,9 показывает температуру воздуха. Попробую замерить температуру водички. Хотя думаю, что это нафиг не надо, но все-таки попробую. 15,2 температура моря, дорогие друзья. Прекрасный ветер, где-то метров 7 на порывах до 10 разгоняется. В общем, дай бог вам всем то, о чем вы мечтаете. Пишите, кстати, в комментариях, какие мечты вас посещают. Пишите в комментариях, как вы собираетесь в этом году отдыхать. Собираетесь ли вы вообще отдыхать в этом году. Я вот денежку нашел. Верну ее в море для того, чтобы вы все приехали от души. Мы честно всех ждем. Приглашаю на фотосессии, если вдруг вы действительно собираетесь к нам. Красивейшее фото на память об отдыхе в поселке Витязи, Ланаби, Джамате. Пишите в WhatsApp мой номер телефона под видео. Либо 898-8333-7887. Имеется у всех. Ну и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Юрий Озаровский с галочкой. Яндексен Юрий Озаровский. И очень буду благодарен вам за добавление в Telegram. Телеграм более полезен будет всем. Огромное количество людей, местных и приезжих, которые могут между собой общаться. Потому что помимо основной ленты, есть еще и чат. Он закреплен нам сообщение в телеге. Так что добавляйтесь, если что, онлайн спрашивайте. Зашла тучка сразу. Прохладно стало. Море 15,3 говорит о том, что оно потихонечку прогревается. Плюс сейчас южак. Слушайте, я начинаю все-таки сомневаться. Ладно, решено было, значит не буду. Ветер уже метет. Потихонечку песок. Это говорит о том, что оно прям очень хорошо. Так, не прощаемся. До следующего видео. Лайк, подписка, комментарий от вас, друзья. Сделайте мне приятно. Если вдруг вам было хоть минуту хорошо вместе со мной. И морешко для вас. Играет музыка. middle letter. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok